Из-за того, что ты покаялся перед Крестом, ты не становишься автоматически новым творением. Ему нужны люди, которые будут работать на созидание тела Христова. От нас, ты скажешь, от Бога, я тебе скажу, что от нас это зависит. От решения, буду я взрослеть или нет. Отложить прежний образ жизни. Ты скажешь, да я привык так уже. Уровень твоего возрастания определяет уровень твоего помазания. Он любит грешников, но не любит греха. И он отделяет грех от грешников. Да ладно, кто видит. Ладно, чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть дверь приоткрыл перед грехом. И дьявол поставил туда ногу. И закрыть не можешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И давайте вместе откроем это Ефесянам 1 глава. Давай начнем читать 4 стиха. Написано Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. По хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав Слово истинное, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи и сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесной себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. И так в этой главе можно сказать сокрыт или раскрыт весь замысел Божий для каждого из нас и для всего человечества. Я бы хотел выделить здесь несколько этапов, тут описаны несколько этапов, в которых Бог раскрывается для нас. Один из этапов Его воля. Его воля. И помните, как Он сказал, что никто не может иметь спасение, никто, говорит, не сможет прийти на небо, если не исполнит волю Отца Небесного. И даже тогда, когда к Нему, помните, пришла Его Матерь с братьями и один из учеников говорит, зовут тебя Учитель. Он говорит, кто мне Матерь, кто мне Братья, кто мне Сестра. только Тот, кто исполняет волю пославшего Отца. И вот, когда мы говорим здесь о том, как все началось, здесь, в этом Священном Писании раскрыт именно этот замысел Божий, что Он сотворил нас прежде создания мира. Он избрал нас уже прежде создания мира. И это говорит нам о том, что мы приходим на землю неслучайно. И мы приходим тем более в Церковь неслучайно. И мы неслучайные люди для Бога на этой земле. И то, что мы сегодня здесь все собраны, это неслучайность. Поэтому я и говорил от начала, что случайных встреч не бывает. И случайности неслучайны. И здесь написано дальше о следующем этапе. Здесь написано об искуплении, что Он предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, в котором, седьмой стих, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Другими словами, из-за того, что мы были избраны или предназначены, Он избрал нас прежде создания мира, Он не может нас использовать на этой земле, пока не произойдет следующий этап с нами. Это искупление, это прощение грехов, это примирение с Господом, это примирение с Отцом через наше покаяние, через прощение грехов, через искупление кровью Иисуса Христа. И поэтому мы не можем перескочить один этап. Мы не можем сразу стать другом Божьим, если не было искупления. Ты не можешь попасть в призвание, в предназначение, если не было искупления. Все имеет свою закономерность, и здесь оно все ярко показано. Дальше следующий этап, который мы здесь видим, это Его призвание или Его призыв. Тогда, когда мы приходим в церковь, тогда, когда мы знакомимся со Христом, тогда, когда мы проходим этап искупления, когда мы слышим о Христе, когда мы принимаем Христа в свое сердце как Господа, как Спасителя, когда мы позволяем Богу омыть нас своей святой кровью, когда мы позволяем Ему осветить нас, мы приходим к следующему этапу, когда Он начинает звать нас, призывает нас. Мы слышим призыв. Ты наверняка помнишь это время, когда ты услышал Божий призыв, что ты не просто человек на этой земле, что ты есть сын Его, что ты есть дочь Его, что ты предназначенный Богом человек, что ты тот человек, которого Бог предназначил для своей славы. И вот этот этап, он и назван как призвание, он призывает. И следующий этап, который мы не можем никак избежать, это этап, когда старый человек, старое творение, оно умирает. И воскрешен или восстановлен или воссоздан совершенно новый человек. Новый человек, который отображает в себе Иисуса Христа. И за этим этапом есть заключительный этап. Это уже Царство Небесное. Это когда говорит о том, что Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив Одесну и Себя на небесах, и Он начинает описывать картину Небесного Царства, и Он говорит о наследии, что мы наследники, мы наследники, и что мы идем на небо, и там наше наследие. И вот эти все этапы, описанные Богом, я увидел их здесь пять, четыре из них, в которых ты как бы участвуешь, но которые уже, можно сказать, за тебя сделал Бог. Бог тебя избрал в первом этапе. Бог тебя искупил во втором этапе. Не ты умер на кресте, а Он. И Он искупил тебя от греха. В третьем этапе Он призвал тебя. Он говорит, помните, Иоанна 15 главе, Он говорит, не вы меня избрали, это Я вас избрал. Он призвал тебя. Он избрал тебя, чтобы ты шел и приносил плод. Ты сам не можешь полюбить Его, это Он полюбил тебя. И Он вовлек тебя в это служение. В пятом этапе, там написано о наследии. Ты не можешь сам себе купить билет на небеса. Ты не можешь сам войти туда без Христа. Это наследие дано только святым, только народу Божьему, только тем, которые приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Но вот четвертый этап, где происходит перерождение, где умирает старый человек, старое греховное творение, и воскрешен или восстановлен или созидается совершенно новый человек. вот в этом этапе задействован ты. Если во всех четырех этапах как бы вмешательство человека не так было важно, но вот в четвертом этапе, который ты не можешь избежать, ты не можешь избежать вообще всех этих этапов. И вот четвертый этап ты точно не можешь избежать, потому что ты должен стать новым творением. Из-за того, что ты покаялся перед Крестом, ты не становишься автоматически новым творением. Я очень много видел примеров, когда люди каялись и потом опять грешили. Я видел другие примеры, даже то, что люди приходили в церковь, но не собирались расставаться с грехами. Новый человек выглядит иначе. Новый человек живет для Бога. Новый человек, он дышит Богом. Его пища творить волю пославшего Отца. Иисус говорит, моя пища это творить волю пославшего Меня Отца. И вот, когда человек уже живет этим, это для него смысл, это для него пища, это для него каждый день, это его дыхание творить волю пославшего. Когда перерождается человек из старого творения перерождается в новое. Когда уже не виден старый греховный человек, но когда воссоздан новый человек, который неузнаваемо изменен, он уже не отображает старого человека. Даже внешность меняется. Ты понимаешь, о чем я говорю? даже внешность меняется. Печать греха уходит с лица. Глаза отображают глаза Божьи. Там свет Божий в этих глазах. Его уста, они наполнены благодачью. Его уста говорят Божье Слово. Его сердце, оно живет Богом. Оно не кует злые замыслы. Оно живет заповедями. и он хочет угодить Господу. Это есть новый человек, в котором именно мы видим работу как со стороны Бога, так и со стороны каждого из нас. И ты не можешь в этом этапе возложить все на Бога и сказать, я вот как бы хочу, чтобы ты из меня сделал нового человека. Так не получится. Ты не можешь лечь спать в одном состоянии, проснуться в другом. Это неизбежный этап, где ты должен будешь работать над собой, чтобы мы вникали в себя и в Священное Писание и занимались этим постоянно. Постоянно. Ибо только так ты, говоришь, спасешь себя и весь твой дом. И вот когда мы это начинаем делать, когда мы начинаем отказываться от греха, когда мы начинаем работать со своим сердцем, когда Дух Святой показывает какую-то несостоятельность в нашем характере, в нашем сердце, и когда вот этот новый человек, он отвергает старое, и он говорит, может быть, я раньше так поступал, но впредь я не буду так поступать. Писание говорит, кто крал, прядь не кради, кто врал, прядь не ври и так далее. То есть мы должны понять, что новый человек, он в корне отличается от старого. это не просто человек, который немного изменился, он совсем изменился, он полностью изменился. И вот я хочу об этом этапе поговорить чуть подробнее. Давайте откроем здесь же Эфесянам 4 главу, 11 стих. Написано, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. То есть Бог даже об этом позаботился. Бог позаботился о том, чтобы каждый из нас был сформирован, чтобы каждый из нас возрастал. Это забота с Божьей стороны. Он поставил служителей. Апостолов, пророков, пастырей, учителей, вангелистов, которые каждый выполняет свою задачу. Если ты посмотришь на жизнь этих людей, на служение этих людей, оно разное, но оно очень важное для всех нас. И оно несет определенные грани. И если мы отвергнем это, это будет так же, как ты отвергаешь помощь самого Бога. То есть Он хочет тебя сформировать, Он хочет тебя изменить, Он хочет тебя сформировать как новое творение, и поэтому ставит определенных людей с определенными дарами, которые формируют в тебе образ Христов. Смысл и цель этой Божьей работы, Он говорит, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Единство веры и познания Сына Божьего. То есть Господь хочет, чтобы пришло взросление, чтобы пришла зрелость. Ты можешь долго быть этим парнем, который всех веселит. Знаете, люди иногда ставят такую цель, и я буду парнем, который душа компании. Слышали, видели? Бывают и сестры такие. В этом нет ничего плохого, но если мы ставим такую цель в жизни и добиваемся только этой цели, то тогда как мы будем исполнять волю Божьей? Потому что Бог перед нами ставит другую цель. Возрастание. Он не просто хочет, чтобы мы стали душой компании, Он хочет, чтобы мы стали зрелыми. Зрелыми, которые возрастают в познании Господа, которые ставят перед собой цель идти на глубину познания Господа. Потому что ты не можешь просто доверить какое-то ответственное поручение веселому парню. Ты можешь доверить ответственное поручение человеку, который ответствен, который зрелый, Который понимает, что возложено на него И поэтому мы должны понять, что С одной стороны, Бог говорит, да, вы должны быть изменённы внутри И помните, там говорит о том, что в нас не должно быть злобы Должна быть доброта, любовь и всё остальное Но это всё приходит из зрелости Зрелость может принести в себе Всё то, в чём ты нуждаешься для того, чтобы ты исполнял волю Божью И вот здесь написано, что смысл того, что Бог хочет нас провести через этот этап Это доколе все придём в единство веры И познание Сына Божьего, Мужа Совершенного В меру полного возраста Христова Дабы мы не были более младенцами Давай вместе скажем, дабы мы не были более младенцами Это не наша судьба быть младенцами Это не наша судьба быть из года в год младенцами Это не наша судьба застрять в младенчестве Мы должны продвигаться И поэтому все проблемы из-за этого Ты понимаешь, почему падение? Почему люди сегодня за Христом, а завтра против Христа? Почему люди сегодня говорят Я пойду и сделаю, а завтра разворачиваются и уходят? Почему? Младенчество Потому что зрелый человек, он по-другому мыслит Зрелый человек взял ответственность Как Иисус говорит, взявшись за плуг, не озирается по сторонам Идёт до конца Дабы мы не были более младенцами Колеблющимися и увлекающимися Всяким ветром учения по лукавству человеков По хитрому искусству обольщения Но истинную любовью всё возвращали в Того, Который есть Глава Христос Всё возвращали в Того, Который есть Глава Христос То есть этот этап подразумевает, что повзрослев, мы должны всё вернуть Ему Что имеется в виду? Наше взросление несёт в себе определённый смысл Мы трудимся на царство Божий замысел заключается в том Чтобы все люди достигли познания истины и имели спасение Как Бог может действовать на этой земле без нас? Без человека Без человека, который стал новым творением Без человека, который наставлен Богом Без человека, которого Он изменил Бог может какие-то вещи совершать на земле Но определённо Он нуждается в людях Которые будут на Его стороне И которые понесут благую весть по этой земле Которые захотят не просто быть прикажанами А которые захотят иметь что-то большее от Бога Которых Он сможет поставить апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями На которых Он поставит ставку И они захотят расти, взрослеть Так здорово быть ребёнком Хотя, знаешь, смотришь на детей Все дети хотят стать взрослыми Все От самых маленьких до самых больших Хотят стать взрослыми Смотришь на взрослых, хотят все стать детьми Они говорят, вот бы вернуться в детство Это ненормально в христианстве Если мы уже зрелые Хотим вернуться в детство Опять быть на коленях у отца Знаешь, некоторые Они хотят всю свою христианскую жизнь провести на коленях у отца В объятиях отца И всё связано с этими переживаниями Когда отец прижал к себе Посадил к себе на колени Открывал какую-то истину Послушай, но когда мы повзрослели Отец говорит Я жду тебя на полях Я жду тебя на Ниве Я жду тебя в этом служении Апостолы, пророки, пастыри, учителя, евангелисты Он поставил определённых людей Для созидания тела Христова Ему нужны люди, которые будут работать На созидание тела Христова Люди, которые примут решение взрослеть Потому что взросление зависит от нас От нас Ты скажешь от Бога Я тебе скажу, что от нас это зависит От решения Буду я взрослеть или нет Бог заинтересован в том, чтобы мы взрослели Но именно моё решение Твоё решение Определяет Будешь ты взрослеть или нет Пойдёшь ты на глубину этих отношений Или нет Или ты так и останешься поверхностным Незрелым Новообращённым Проходит год Проходит два Проходит пять Я новообращённый Послушай Апостол Павел говорит Судя по возрасту Вам уже давным-давно Должно стать учителями Судя по вашему духовному возрасту Но вам, говорит, всё ещё нужна Эта пища, которая есть в молоку Здесь же в этой главе В семнадцатом стихе Он говорит Посему я говорю И заглянаю Господом Чтобы вы более Не поступали Как поступают Прочие народы По суетности ума своего Не поступали Чтобы мы больше Не поступали Как поступают Другие народы По суетности Ума своего Будучи, говорит Они помрачены В разуме Отчуждены От жизни Божьей По причине Их невежества И ожесточения Сердца их А они Отчуждены От жизни Божьей Где ты хочешь быть С Богом Отчуждённым от жизни Его Или Наполненным жизнью Его Он дальше говорит здесь Чтобы нам быть Наполненным Его жизнью Чтобы нам быть с Ним Он дальше говорит В двадцатом стихе Он говорит Нам нужно Отложить Прежний образ жизни Отложить Прежний образ жизни Отложить Прежний образ жизни Ты скажешь Да я привык так уже Мне уже там Тридцать пять Сорок восемь Пятьдесят пять И так далее Да я привык Мне поздно меняться Он говорит Если ты хочешь быть Наполнен Жизнью Божьей Тебе нужно Отложить Прежний образ жизни Ветхого человека Истлевающего В обольстительных Похотях А обновиться Духом ума вашего И облечься В нового человека Созданного по Богу В праведности И святости истины Отложить Образ жизни Ветхого человека И облечься В нового человека В нового человека Так Бог видит Наше взросление Так Бог видит Христианство Ты пойми Многие из нас Видят по-своему Для кого-то Христианство Это походы По воскресениям В церковь Бог видит Христианство Вот так Как здесь написано Что мы Отложили Прежний образ Жизни Ветхого человека Истревающего Похотя Мы отложили Мы сказали Это Не наше Мы больше Жить в этом Не будем Мы больше Никак не связаны С грехом И он говорит Дальше Вы должны Облечься В нового человека Созданного По Богу Он видит В нас Нового человека В каждом Абсолютно В каждом Ты скажешь Да я и в прошлом Был неплохой Он говорит Не-не-не Отложи это все Отложи Новый человек Потому что Тот был Тот был Греховный человек Мы даже В мыслях Могли согрешать Не то чтобы В делах Каких-то Тот говорит Я не имел зависимости Я Там комара Не обидел Муху не убил Никому Плохого слова Не сказал Но говорит Послушай Мы были рождены От греховного Адама Имели Генетику Греховного Адама И он говорит Здесь вам Нужно Рождение От Духа Божьего Рождение Духовное Чтобы Произошло Вот это Перерождение В нового Человека Чтобы вы Во всем Отображали Христа Итак Как это Происходит На практике Что приводит Тебя К обновлению Первое Четыре пункта Которые я хотел бы Вместе с вами Рассмотреть Первое Ты не можешь Измениться Если не возьмешь Ответственность За взросление Я так и написал Бери Ответственность За взросление Первое Послание Петра Вторая Глава Второй Стих Как Новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Дабы От него Возрасти Вам Во спасение Ибо Вы вкусили Что Благ Господь Приступая К нему Камню Живому Человеками Отверженному Но Богом Избранному Драгоценному И Сами Как живые Камни Устрояйте Из себя Дом Духовный Священство Святое Чтобы Приносить Духовные Жертвы Благоприятные Богу Иисусом Христом С одной Стороны Написано Что Писание Производит Нас Возрастание Как Молоко Мы Возрастаем С другой Стороны Приходит Другой Этап Где Написано Что В пятом Стихе Мы Сами Мы Сами Сами Ты И я Мы Сами Как Живые Камни Он Говорит Начинайте Устроять Из себя Дом Духовный Священство Святое Чтобы Приносить Духовные Жертвы Благоприятные Богу Иисусом Христом Он Говорит Вы Сами То есть Был Этап Когда Писание Что-то В тебе Производило Помнишь Ты Пришел В церковь Ты Начал Читать Священное Писание И Это Писание Начало Тебя Кормить И Ты Начал Возрастать Как Духовный Младенец Но Вот Ты С Каждым Днем Начал Креп Ты Окреп И Ты Начинаешь Через Какое-то Время Сам Из Себя Устроять Дом Духовный Сам Слышишь Сам Когда Ты Сам Заходишь В пост Когда Ты Сам Молишься Когда Ты Сам Читаешь Священное Писание Когда Ты Сам Едешь На Библейскую Школу Когда Ты Сам Уже Приходишь На Служение Берешь Ответственность За Какие-то Служения В церкви Ты Сам Из Себя Устрояешь Этот Дом Духовный Ты Сам И Люди Говорят Ну Пастор Скажешь Я Возьму Ответственность Подожди Написано Ты Сам Из Себя Должен Устроять Дом Духовный То Должно Прийти Вот Это Состояние Когда Ты Повзрастрел Состояние Когда Ты Говоришь Я Беру Ответственность Пастор Я Хочу Взять Ответственность Я Хочу Расти Когда Я Пришел В церковь Я Тоже Был Новобращенный Кто Понимает Что Я Был Новобращенный Или Вы Думаете Я Сразу Родился Пастором С Микрофоном Я Пришел В церковь Я Был Новобращенный Я Пришел В церковь Я Принимал Молиту покаяния. Я пришел в церковь, я был в этой семье новым человеком. Мне надо было строить отношения, знакомиться, стать дружелюбным, чтобы и ко мне были дружелюбны. Потому что некоторые говорят, ну, я не знаю, не могу найти друзей, сам стань другом. Ты сам должен это делать. Потом я начал возрастать, я начал читать Слово, я начал посещать собрания, начал возрастать и буквально через короткое время, наверное, прошло, может быть, недели две-три, я понял, что я не могу сидеть без дела в церкви. Ну, прихожу и на собрание. Почему я не могу, как другие братья, помогать? И вот так постепенно я взял ответственность за одно служение, потом за другое, потом за третье. И так происходило возрастание. То есть я сам, это была моя инициатива. И это индивидуально твоя должна быть инициатива. Если этой инициативы нет, это проблема. Это проблема. И поэтому я говорю, кто-то сидит и ждет, когда пастор скажет, ты чем хочешь заниматься? Да, этот разговор может настать. Однажды пастор может спросить, ты чем хочешь заниматься в церкви? Но у тебя должен быть какой-то ответ. Но, к сожалению, большому я слышу такие ответы. Я не знаю, я не определился пока. Ты ждешь еще полгода, человек говорит, я и сейчас не определился. Ты ждешь еще год, человек говорит, я и сейчас не определился. Через полтора года, как я пришел в церковь, я стал пастором. Я взял ответственность за церковь. Через два года, как я пришел в церковь, я взял ответственность за миссию. И я оказался здесь. И сегодня я также беру ответственность за новые проекты, за новые цели, которые Бог перед нами ставит. То есть, это не говорит Бог, и ты как бы как амеба живешь, и Бог за тебя все совершает, ты берешь эту ответственность. Ты совершаешь это поприще. Ты сам берешь ответственность за взросление. И скажи мне, вот может такое произойти, что, к примеру, служитель, будучи служителем, перестал развиваться. Может быть такое? Конечно, может. Я до этих много видел примеров. Перестал развиваться. Сбросил с себя ответственность за взросление. Сбросил. И это становится очевидно. Это видно. Человек перестал возрастать. К чему это приведет? Это же уже деградация. Это уже шаг назад. И к чему это приведет? Хорошего точно ничего с этого не выйдет. И поэтому Писание говорит, чтобы мы возрастали. То есть он говорит, что мы сами из себя должны устроить этот дом духовный. Может быть, на прошлом этапе, может быть, в прошлом году ты закладывал фундамент. Ты пришел в церковь. Ты закладывал фундамент. Пусть этот фундамент будет крепкий в Господе. Ты собрался ехать на библейскую школу, пусть это будет строительство твоего фундамента. Чтобы твой фундамент был крепкий. Ты скажешь, я сегодня вкладываюсь в фундамент. Зачастую фундамент не видно, он под землей. И ты не видишь никакое возрастание в жизни человека. Он вкладывается, вкладывается, вкладывается в фундамент этого духовного дома. Он постится, он молится, он жертвует. Ничего не происходит. Люди говорят, я все делаю, ничего не происходит. Ты вкладываешься в фундамент. Через какое-то время на этом фундаменте можно будет что-то строить. Потом ты начинаешь строить. Первый ряд, второй ряд этого строения, третий ряд, четвертый ряд и так далее. И от глубины твоего фундамента зависит высота твоего строения или высота твоего служения. Всякий раз, когда ты будешь или ты захочешь подниматься на новый уровень, тебе нужно будет возвращаться к фундаменту. Потому что, если ты на старом фундаменте начнешь что-то достраивать, он не выдержит. Он даст трещину. И тебе придется возвращаться к фундаменту, к фундаментальным вещам и идти опять в основание, еще больше углубляясь во кресте, чтобы что-то новое строить. И поэтому некоторые люди говорят, а зачем ехать второй раз на библейскую школу для твоего нового роста? Это будет другой этап. это будет совершенно новый виток истории. Ты заложишь новое основание, ты укрепишь свой фундамент и ты начнешь новый рост в Боге. И так возрастание всегда нам чего-то стоит. Всегда. И мы несем ответственность за возрастание. Скажу еще одно. Возрастание и помазание идут в ногу. Всегда. Всегда идут в ногу. Уровень твоего возрастания определяет уровень твоего помазания. Или уровень твоего помазания определяет уровень твоего возрастания. Помазание зависит от возрастания Второе Что я хотел бы сегодня с вами разобрать Я записал это так Кто твой наставник? Потому что это очень важный пункт Кем ты наставлен? Кому ты дал право тебя наставить? Потому что ты будешь похож на своего наставника Ты что-то перенимаешь Ты что-то будешь принимать и воспроизводить И ты однозначно будешь кем-то наставляем Даже люди некоторые говорят Я вообще не буду ни перед тем ходить Ни кем наставляем Не считаю это нужным Я буду сам Гордость тебе и наставит И через какое-то время Эта гордость станет очевидной Если мы посмотрим на библейские истории Мы видим, что Практически у каждого библейского персонажа Был какой-то наставник За исключением некоторых героев Библии Где их сам Бог вел Ученики, которые ходили со Христом Они так и говорили Христу Наставник Он их наставлял И вот кем ты наставлен Потому что я говорил и еще раз повторюсь О том, что не советую читать всю христианскую литературу Не советую Не советую смотреть все христианские проповеди Не советую Потому что ты можешь взять оттуда то, что тебе вообще не нужно Это не пища с твоего стола Это не пойдет тебе во благо Это не сделает тебя сильнее Это наоборот Ослабит тебя И может расколоть внутри тебя тот фундамент веры И целостность И поэтому я для себя в жизни решил Это лично мое Ты для себя должен решить Кто твой наставник У меня есть несколько наставников Наставник это не обязательно человек, которого ты видишь Или пастор, которого Бог поставил Хотя наставника дает Бог Не того, который ты захотел Так вот пальцами щелкнул И он как джинн из бутылки Что повелишь мне делать? Ты наставнику говоришь какие-то вещи И так и написано Что в последнее время Оно так и будет, что люди будут искать себе наставников Которые будут льстить их слуху Раз джинн из бутылки И льстит слуху Бог ставит наставников Потому что Бог знает твою судьбу Бог знает твое призвание Потому что Бог предопределил тебя Прежде создания мира И он не ошибся в том Когда поднял тебя Призвал тебя Он не ошибся в том Когда привел тебя в определенную церковь Он не ошибся в том Когда поставил наставника Он не ошибся Почему я говорю несколько? Потому что я для себя вижу В моей жизни несколько наставников В первую очередь, конечно, это пастор Которого Бог поставил мне Человек, на которого я должен равняться Идти за ним Быть послушаем И в принципе в этом И сокрыт секрет моего успеха в служении Но также у меня есть наставники Которые я их воспринимаю Как наставников Которых я никогда не знал Это может быть книга Которую ты читаешь И ты не знаком даже с этим человеком Потому что его в принципе нет сегодня на земле Лестер Самбрал Смит Вигглсворт И какие-то другие Мужи Божьи, да? Которые в принципе Они уже прожили И они на небесах Но они для меня Они были и остаются наставниками Дерек Принц Лестер Самбрал Смит Вигглсворт Это те мужи Божьи Которые Оставили глубочайший след В моем строительстве Духовного дома Глубочайший след Они сформировали Они давали Какие-то наставления Я через книги это получал Через проповеди Какие-то получал И это тоже наставники Которых Бог дает Поэтому я говорю Кто твой наставник Потому что ты будешь отображать его Рано или поздно Это станет очевидным Потому что от избытка сердца Говорят уста Кого ты впускаешь в сердце? Кому ты дал право наставлять? Того ты и будешь отображать Третье Это верность в малом Первое Ответственность за взросление Второе Кто твой наставник? Третье Верность в малом Когда мы говорим О новом Духовном человеке Бог ставит Определенный критерий Для него это очень важно Верность человека Верность И причем Бог ставит акцент Он говорит Верный в малом В малом Человек говорит Ну вот если бы мне Многое было дано Тогда бы я точно Там верность проявил А вот это вот малое Иисус говорит Если ты в малом Был неверен Ты и в большем Не будешь верен И поэтому Он ставит это Как акцент Верный в малом И когда ты верный Говорит в малом Ты и в большем Будешь верен А если неверный В малом Ты и в большем Будешь неверен Если мы посмотрим На некоторых героев Библии Которых нам Описывает Священное Писание Я записал Некоторых из них Елисей был верен В том Что он Поливал Нарути Ильи Поливал воду Нарути Ильи Иисус Навин Был верен Моисею И его видень И мы помним Что у Моисея Было определенное Видение Если Задача Ильи Была немного другая У Моисея Было видень И вот здесь Важный момент Верный в малом Верность заключена Не только в том Что ты верен Человеку Верность заключается В том Что ты верен Виденью Потому что Ты не можешь Разделить Виденье человека Потому что Бог доверяет Лидеру Или человеку Который ведет Тебя Виденье И ты не можешь Сказать Я верен Верен человеку Но виденью Не верен И ты точно так же Не можешь сказать Что я Виденью верен А человеку нет То есть Если ты верен Человеку Ты верен Виденью Верен виденью Верен человеку И так это неразделимо. И когда Бог перед нами ставит определенную задачу, как для церкви, когда Бог дает пастору определенное видение, и когда Бог говорит о том, что ты должен быть верный в малом, ты включаешься в это видение, ты начинаешь видеть благословение. Ты начинаешь видеть поток помазания, мудрости, благоволения от Бога и помощь от Него. Из-за чего? Потому что ты верен видению. Мы это видели в жизни Иисуса Навина, что Он был верен видению. И тогда, когда Бог забрал Моисея, на кого Бог возложил видение? Как ты думаешь? Ты же знаешь все ответы, да? На Иисуса Навина. На того человека, который был верен видению. Хотя Он не представлял, как можно разделить видение Моисея, они стояли целый месяц в слезах и не могли двинуться никуда. Бог говорит, послушай, Моисея больше нет, ты должен с этим смириться. Я забрал его. Но у народа Божьего есть определенная цель, обетованная земля. И у меня есть видение, как вы будете двигаться туда. У меня есть видение, и ты должен быть верен видению. И когда мы сегодня делаем вот эту вот большую картину видения церкви, и каждый занимает свою цель, свою роль в этом видении, мы говорим о том, что Бог будет каждого из нас использовать по большому счету, и мы тогда будем видеть его победу. Точно так же, как Иисус Навин, который шел в верность этому видению, видел, как рука Божья была на нем. Слава Господня носилась над той землей. Она сопровожала Иисуса Навина из-за видения Божьего. Из-за видения. Эту церковь Бог поставил и образовал на этой земле из-за своего видения. Нас призвал к себе из-за своего видения. Дал нам дары всевозможные из-за своего видения. И когда мы верны его видению, Бог начинает нас использовать по большому счету. И поэтому верность в малом очень важна. Ты скажешь, ну как бы, это же не то служение, в котором я должен быть. Это же что-то, пастор, я же должен быть великим служителем, почему я должен сегодня протирать там пыль с кафедры или пыль с подоконников. Это не мое видение. Это не та большая цель, которую Бог мне сказал. Послушай, когда Бог помазал Давида, он его уже помазал царя. Он поставил Давида во дворе отец Саула играть на гуслях. И Давид был верен. Давид просто верно играл на гуслях. Хотя он знал, что он уже помазан царем. И некоторые, как бы, зная о той великой судьбе, которую Бог дал, доверил, в которую Бог ждет, Бог ведет, не соглашается с тем маленьким, что Бог перед нами ставит, как экзамен, который распознает в нас гордость, двуличие, соперничество, еще какие-то вещи. Он ставит, как экзамен. Он говорит, пройди достойно. Будь верен в малом. Все, он взял гуслях и начал играть. Он не был там царем в этом дворце. Гуслистом был. Но впоследствии из-за его верности Бог делает его царем. И четвертое, это тоже очень важно, чтобы тебе стать новым творением, новым человеком. Это твое окружение. Твое окружение в какой-то степени тоже формирует тебя. люди не просто так придумали эту поговорку покажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Потому что человек не может посвященный быть другом отступников. Не может. У тебя не может быть с ним общих интересов или с ними. Какие могут быть общие интересы? одна есть цель разговора. Тебе нужно покаяться. Я не верю в эти псевдо любовь христианская. Бог любит всех и всех надо любить. Бог определенно сказал, кого надо любить. Он любит грешников, но не любит грех. И он отделяет грех от грешника. И он говорит, грешник должен покаяться в грехе. И он никогда не смирится с тем, что человек грешит в свое удовольствие, и он потом как-то еще попадет на небеса. Такого не произойдет. И поэтому отношения в твоем окружении, они тоже влияют на тебя. Кто твои друзья? Кто тебя окружает? С тем, говорит, поведешься, оттого наберешься. Помнишь? Будешь общаться с верными, с посвященными, в тебе зародится это желание быть верным и посвященным. Будешь общаться с отступниками, в тебе зародится желание тоже быть таким же, как они. И можно наделать много ошибок, если связаться не с той компанией. С бунстарями, с отступниками, со сплетниками, еще с какими-то вот вещами, с демонами, которые каким-то образом провоцируют и раскалывают церковь. Это замыслы дьявола, это замыслы врага. Господь Иисус этого не планировал, не планировал. Он планировал нового человека. Он говорит, отложи прежний образ жизни ветхого человека, отложи. Вот это Господь планировал. Смотри, вместе откроем 1 Коринфянам 15 глава. 33 стих написано, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Развращают. кто-то говорит, ну вот там как бы дружим. Ты что с ним общаешься? Ну вот дружим. Так он же не ходит уже год в церковь, он же грешит, он же открыто грешит. Ну как бы, но мы дружим. Мы дружим. Да какая у вас тема общая для дружбы? Ну какая? Я не просто хочу настроить кого-то против кого-то. Нет, услышь меня просто вот совершенно в другом разрезе услышь. Какая общая тема? Я сейчас не конкретно про кого-то говорю, я говорю в целом о проблеме. Какая общая тема для встреч? Значит что-то живет внутри тебя. Потому что подобное соединяется с подобным. Посвященных тянет к посвященным. Бунтарей к бунтарям сплетников к сплетникам, блудников к блудницам. Они все как магнитом друг друга тянут. И поэтому то окружение, которое вокруг нас, оно всякое, однозначно, оно либо нас созидает, либо разрушает. Оно бросает либо зерна вот эти вот зрелости, посвящения, либо плевела, которые однажды могут возрасти. Если мы не заглушим вовремя, плевела задавит пшеницу. И мы теряем людей. Когда Лот поругался с Авраамом, когда Лот ушел от Авраама, скажи, вот эти люди, которые пошли с Лотом, представляешь, они шли в Содом, и им казалось, что все нормально. Ну просто подумай, встань на их место. Они идут в красивый нарядный город, там устройство, там жизнь типит, как им казалось. И они не понимают, что через несколько лет они лишатся всего, абсолютно всего, всего. Это просто из-за одного человека, из-за Лота. Если бы он остался верный, этого бы не произошло. Если бы он договорился с Авраамом, этого бы не произошло. Они просто пошли на поводу бунта. И вся их жизнь, жизнь их детей, и последующих поколений, она просто была разрушена. Бог умертвил все эти города. Стер просто с лица земли все. И мы сегодня смотрим на современное христианство, на современных людей, на современных неверующих или неверных людей, и мы говорим это все как-то легкомысленно так рассуждаем, но это не про это речь, это не про то, это не про то. Бог не меняется, дьявол не меняется. Есть замысел Божий, есть воля Божья, а есть еще и замысел дьявола, который никак не хочет, чтобы мы вошли в волю Божию, он не хочет, чтобы мы имели спасение, он не хочет, чтобы мы однажды просто соединились со Христом и стали новым творением, он будет все возможное делать, все возможно. Притча 13 глава, 20 стих, написано, общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратиться. Кого ты изберешь в свое окружение? Кто будет твоим окружением? Потому что окружение ты выбираешь. Ты принимаешь решение, с кем общаться, с кем нет, с кем дружить, с кем нет, с кем сближаться, с кем принимаешь решение. И это решение влияет полностью на твое призвание, предназначение, на жизнь вечную. Последнее место, которое мы откроем, помолимся, это Псалом 1, где написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воле его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Во всем, что он не делает, успеет. Я хочу общаться с такими людьми. Я хочу, чтобы в моем окружении были именно такие люди, которые не ходят на совет нечестивых, которые не стоят на пути грешных, не сидят в собрании развратителей, но в законе Господа воля их. И о законе Господа размышляют они день и ночь. Они посвященные, они искренние, они наполненные Божьим Словом, Божьим Светом. И ты общаешься с этими людьми, и ты получаешь откровение. Кто понимает, о чем я говорю? Ты общаясь с ними, получаешь откровение. Знаешь, даже такое бывает, когда я являюсь сам, казалось бы, наставником для некоторых, но общаясь с этими людьми, ты сам получаешь откровение. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты иногда от детей своих получаешь откровение, когда они чистые, когда они наполненные Богом. Поэтому вот эти отношения, они влияют на нашу судьбу, на наше призвание. И вот эти вот все этапы, ты не можешь избежать вот этот четвертый этап, где ты должен переродиться, где ты должен стать этим новым человеком. Потому что следующий этап это спасение, следующий этап это наследие, это жизнь вечная, следующий этап это жизнь вечная со Христом. если мы не изменимся, если мы не переродимся, если мы останемся так же похотливы на злое, если мы останемся так же грешны в глазах Бога, как мы попадем на небо? Каким образом? Это невозможно. На небо попадут только святые, только перерожденные. Те люди, которые не просто однажды прочитали молитву покаяния, но те, которые однажды посвятили жизнь Христу, пошли за Христов, которые переродились, которые стали другими, которые стали новым творением. И они отображают Бога во всем. Настой принять всю честь. Аллилуйя, Аллилуйя, Настой принять всю честь. Аллилуйя, святой, 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 достоин, ты принять всю хвалу и честь, всю хвалу и честь, ты один, святой, 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 достоин, ты принять всю хвалу и честь, всю хвалу и честь, аминь. Аллилуйя, 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 достой принять всю честь, Аллилуйя, 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 достой принять всю честь, Аллилуйя, святой, 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 достоин, ты принять всю хвалу и честь, всю хвалу и честь, ты один, святой, 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 достоин, ты принять всю хвалу и честь, всю хвалу и честь, ты один, святой, святой, достоин, 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 ты принять всю хвалу и честь, всю хвалу и честь, ты один, святой, святой, достоин, достоин, ты принять всю хвалу и честь, всю хвалу и честь, и честь, и честь, и честь, и честь,